Квартирный вопрос. С начала 2022 года в эксплуатацию было введено два многоквартирных дома. Однако второй этап переселения из ветхого и аварийного жилья еще не закрыт. Что происходит с очередью по переселению, а также на каком этапе строительства находятся многоквартирные дома региона, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На данный момент дома, которые были внесены во второй этап по переселению, не могут получить ключи от долгожданных квартир из-за недобросовестных подрядчиков. Так, компания, которая раньше строила ОВРСМ, она, конечно, сейчас панкрот и введена процедура наблюдения. И мы, так сказать, в ручном режиме доводим эти два их дома до логического завершения. Я думаю, что дом, который, например, полярный, мы его доведем, он будет сдан в ближайшее время. А по дому на кольце, конечно, там сложнее все. Потому что работников нету, как таковых. То есть там, конечно, различные варианты рассматриваем, как подостройка и другой компании, если возможно, по законодательству. Но есть свои тонкости и проблемы. Что касается будущего потенциала, то сейчас принято решение уйти от инвестирования в строительство, то есть от приобретения квартир на последнем этапе застройки. Сейчас у нас планируется ЦСЗ выступать с заказчиком, то есть земля будет передана ЦСЗ и будем строить под ключ. То есть есть, сейчас собирается некий пул земельных участков, по которым мы можем начать строительство под ключ. Это позволяет на каждой стадии контролировать застройщика, то есть на любой из видов работ, скрытые работы и все остальное. То есть и плюс госэкспертиза, проектная документация, ну и все остальное. То есть очень много, так сказать, плюсов для того, чтобы и, в принципе, можно проводить конкурс, который позволяет нам отсечь. Раньше эта цена была определялась, ну то есть победитель конкурса был только по результатам аукциона, который демпинговал и мог недопросовестный подрядчик. А здесь, в принципе, конкурс, дополнительные требования доставляются по конкурсу. К такой системе перейдут к 2024 году. На данный момент каждый многоквартирный дом проходит три регистрации. Именно поэтому процедура получения ключей занимает немало времени. Если раньше мы квартиры, когда подрядчик сдавал дом, мы сразу регистрировали государственную собственность, то теперь подрядчик должен зарегистрировать их вначале в свою собственность, потом их передать, потом регистрируем в собственность округа, дальше мы передаем муниципалитет, и муниципалитет регистрирует муниципальный. То есть по факту у нас три регистрации происходят. Поэтому от момента ввода дома до момента предоставления ключей от квартиры, конечно же, пройдет еще дополнительное время. Добавлю, в планах на ближайшее время завершить работы на долгостроях и ввести их в эксплуатацию. Всего в 2022 году будут переданы под расселение из ветхого и аварийного жилья пять многоквартирных домов.